День за днём В Десногорске чествовали работников культуры Я очень люблю свой город, потому что я здесь родилась Это мой город, он мой родной Итоги фотоконкурса «Я люблю Десногорск» Сезонные перепады температур, когда днём начинает подтаивать, ночью всё подмораживать Этот период связан с накоплением ледяной корки Осторожно, гололёд в городе Сводка криминальной обстановки в Десногорске А сейчас об этих и других событиях подробнее 25 марта свой профессиональный праздник отметили работники культуры В городском центре досуга собрались сотрудники библиотек, музея, преподаватели художественной и музыкальной школы, работники культурных организаций и учреждений города Как прошло торжество в нашем следующем сюжете Это единственный праздник, когда работникам культурной сферы даётся возможность отдохнуть Всех собравшихся в зале приветствовал глава города Андрей Шубин Сегодня мы отмечаем профессиональный праздник Дня работника культуры Разрешите от всей души поздравить вас с профессиональным праздником Днём работника культуры Именно вашим трудом красные дни календаря и памятные даты становятся по-настоящему праздничными для сотен людей Благодаря вашим идеям и кропотливой работе по их воплощению Жители нашего города живут интересной жизнью, участвуют в культурных мероприятиях Ваш труд поддерживать здоровое развитие личности В торжественной обстановке Андрей Николаевич вручил благодарственные письма Восьми лучшим работникам культуры Также в этот вечер всех культурных работников поздравила председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Анна Королёва Разрешите мне поздравить сегодня всех нас с профессиональным праздником Этот день у нас в России отмечается в десятый раз, юбилейный Желаю вам всего самого-самого хорошего, здоровья, творческих успехов, профессионализма С праздником, с Днём работника культуры Анна Александровна вручила почётные грамоты от Комитета по культуре, спорту и молодёжной политике всеми работникам Большим праздничным подарком для всех собравшихся в зале стал концерт артистов Смоленской государственной филармонии С 23 марта в Десногорских школах начались весенние каникулы В целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и снижения тяжести их последствий на территории города Сотрудниками госавтоинспекции проводится комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Весенние каникулы» Водителям хотелось бы напомнить, при перевозе детей, пользуясь детскими удержащими устройствами Пешеходам более бдительными переходить в проезжую часть по пешеходным переходам 23 марта в выставочном зале историко-крывеческого музея «Феникс» наградили победителей фотоконкурса «Я люблю Десногорск», в котором активно приняли участие жители города Вот с таким арт-объектом жители Десногорска решили сфотографироваться 18 марта в день выборов президента И потом они скажут, что это не просто фотография, они действительно любят Десногорск Всего в конкурсе приняли участие почти 300 человек 23 марта были подведены итоги участники, чьи фотографии набрали наибольшее количество лайков в социальной сети ВКонтакте и стали победителями и получили ценные призы Решила поучаствовать в конкурсе, так, неожиданно Дай попробую, да И была приятно удивлена, что жители проголосовали Спасибо огромное Я очень люблю свой город, потому что я здесь родилась Это мой город, он мой родной Приятно видеть, что город развивается И мы надеемся, что с каждым годом он будет становиться лучше и лучше Я увидела эту табличку, и мне она очень понравилась Я люблю Десногорск, потому что я действительно люблю Десногорск Это город воплощенных грез, как его называют Действительно Здесь замечательные люди, которые живут и работают Которые дарят свое сердце и душу этому городу Подобные фотоконкурсы подтверждают, что десногорцы любят свой Атомград 26 марта в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утвержденным концерном Росэнергоатом Энергоблок номер один «Смоленская АЭС» выведен в плановый капитальный ремонт Продолжительностью 50 суток В рамках ремонтной кампании предстоит выполнить большой объем работ На оборудовании реакторного, турбинного цехах и других подразделений Из-за весенних перепадов температуры в Десногорске тротуары покрылись льдом Какую борьбу ведут с наледью коммунальные службы в нашем следующем сюжете В любое время года коммунальные службы работают по разработанным определенным регламентам И планам уборки города и придомовых территорий Особенно напряженным периодом является переход зимнего времени на весенний Перепады температур, осадки добавляют хлопот работникам коммунальной сферы с гололедицей Сезонные перепады температур, когда днем начинает подтаивать, ночью все подмораживать Этот период связан с накоплением ледяной корки, с обледенением И поэтому в этот период мы усиленно выводим в том числе и технику, и ручной труд Очищая дороги и механизированным способом, и ручным способом В дополнение к использованию реагентов и песко-соляной смеси В первую очередь ведутся работы по очистке пешеходных дорожек, тротуаров и придомовых территорий Если соблюдать правила предосторожности и двигаться именно там, где подготовлена территория То в принципе безопасные условия следования нами обеспечиваются Но, к сожалению, природные условия у нас распространяются на всю территорию города Поэтому есть у нас места с обледенениями и с снежными наносами, которые тоже превратились уже в ледяные глыбы Поэтому призываю всех жителей быть осторожными на территории Погода переменчивая, обледенение продолжается Поэтому всех призываю быть осторожными и двигаться именно там, где подготовлен маршрут следования В целом жители Десногорска оценивают работу коммунальщиков удовлетворительно Лед вас не беспокоит? Как ходить вообще? Да нет, сейчас вот хорошо, нормально, всю зиму хорошо было Вы довольны? Нормально, да, да, нормально Нормально, да, вот, долбят все время, мужики-чики И тут сейчас вот опять долбят Гололеда у вас в дворе нет? Нет, нет, не было, не было, не было, я не замечал Я не особенно довольна У нас, например, около дома вот так сделали, срубили лед И теперь там вода стоит, когда тает И главное, вот на стольчик, вот на стольчик и все Не особенно Как по городу ходить дорожки? Ну, у нас ничего, а вот там в первом микрорайоне хуже Там все скользко и то и гляди упадешь Тяжело нам, пожилым А так убирают, постоянно уж убирают Мы видим, работают люди Самое главное в этот период года Если вы передвигаетесь по городу пешком Соблюдать осторожность И выбирать самый безопасный И уже подготовленный коммунальными службами Маршрут следования А сейчас криминальные новости Смоленские полицейские задержали верхнеднепровского стрелка-наркомана Неоднократно судимый 34-летний житель поселка Устроил стрельбу в подъезде дома Оперативная группа, выехавшая на место, задержала стрелка В его квартире полицейские обнаружили 20 патронов к обрезу А также марихуану О криминальной обстановке в Десногорске За минувшую неделю нам расскажет сотрудник полиции Светлана Романова За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 93 сообщения о происшествиях Из них 3 сообщения о преступлении Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий С техническими повреждениями Выявлено 92 административных правонарушения В том числе 64 нарушения правил дорожного движения За распитие спиртных напитков А также появление в состоянии алкогольного опьянения В общественных местах К ответственности привлечены 5 человек Десногорские Уфсиновцы заняли второе место в соревнованиях по лыжным гонкам Соревнования, посвященные памяти ветерана Великой Отечественной войны И уголовной исполнительной системы полковника в отставке Николая Ивановича Клементьева Проходили на базе исправительной колонии номер 2 В эстафете принимали участие сотрудники из 10 подразделений уголовной исправительной системы А также школьники В дистанции протяженностью 10 километров команда Десногорской колонии Поселение номер 5 заняла второе место Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Десна.дефис.тв.ру Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей Спасибо за внимание, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok